Автомобиль Нива взамен на 9 с лишним килограммов марихуаны наркополицейским удалось перекрыть канал поставки зелья из нашего региона в соседнюю Саратовскую область. Сотрудники госнаркоконтроля задержали в Михайловском районе местного жителя подозреваемого в сбытии особо крупной партии наркотиков и оптового покупателя. Антон Талпа с подробностями. В финальной части этой сделки оперативники ждали несколько месяцев. Личность предполагаемого наркоторговца была установлена еще в июне, но сотрудников УФСКН решили выждать, чтобы взять его с поличным. И как известно, на каждый товар найдется свой купец, которым и стал житель соседней Саратовской области. Он собирался расплатиться за 9 с лишним килограммов марихуаны автомобилем Нива, а купленную партию зелья гость хотел вывезти в тайниках на двух других машинах. Но на ближайшем посту ДПС кортеж начиненный марихуанной задержали. Так, это не мое. Понятые, подойдите сюда. Смотрим. Не мое. Видим? Всего в обшивке дверей под сиденьями автомобиля нашли 30 свертков с наркотиком. После наркополицейские устроили обыск в доме продавца. Там также не обошлось без находок. У сбытчика изъяли 2 грамма гашиш и 15 граммов марихуаны. В настоящее время в отношении подозреваемых держательным судом города Волгограда избрана мера пресечения в виде отвлечения под стражей. В случае, если вина и будет доказана, им грозит наказание от 8 до 20 лет лишения свободы за незаконное приобретение с целью сбыта и сбыт наркотических средств в своем крупном размере. Сейчас сотрудники госнаркоконтроля выясняют, кому именно была предназначена эта крупная партия марихуаны. Антон Талп, Василий Кострыкин, телекомпания Ахтуба.